Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня распаковка небольшой посылочки с сайта iHerb. Здесь все не мое практически, только чипсы. Шла посылочка очень долго, 3 недели. В личном кабинете приходило уведомление о том, что посылка задерживается. И вот спустя 3 недели она у меня. Взяла чипсы от Kittle. С медом и дижонской торчицей я люблю другие, но их часто нет в наличии. Когда я заказываю, поэтому взяла вот эти. Они тоже неплохие, сладенькие, немного остренькие. Но интересный у них вкус. Сейчас покажу, как выглядят. Вот так выглядят чипсы. Они жесткие, не такие, как наши. Но, тем не менее, вкусные. Очень-очень нравятся. Остальное все мамина. Чесночная соль я заказала себе. Она увидела, попросила тоже заказать чесночную соль ей. 133 грамма. Классная чесночная соль. Добавляю ее абсолютно везде. Универсальная приправа. И мне очень-очень нравится. Мыло Нуби, оно было по скидке. Поэтому мама попросила заказать. Мне вот это с оливой очень нравится. Оно очень ароматное, зеленое. С такими вкраплениями. Не пересушивает кожу. Очень-очень-очень мне нравится. Правда, очень вкусно пахнет. И его очень приятно использовать в душе. И вот, кстати, из всей линейки Нубиан. Вот это с оливой и зеленым чаем. Оно самое-самое ароматное сейчас, наверное. И была какая-то мега-супер скидка. Рублей 150-200 на вот такую омегу. Здесь 240 капсул. Я сама такую омегу пью. Капсулки распаковывать, показывать не буду. Это не мои. Но все вы их видели прекрасно, неоднократно. Омегу-3, вот эту, нужно принимать по 2 штучки в день. Я сама пью одну в день. Я пью еще и другие БАДы, поэтому не принимаю полную норму. Но я, тем не менее, в рационе всегда стараюсь, по крайней мере, чтобы у меня в рационе была рыба, были какие-то морепродукты, другие источники омега-3 жирных кислот. Это семена льна, семена чия. Поэтому мне хватает одной. Вообще пить нужно по две. И пью я ее на постоянной основе. Вот такая небольшая посылочка. У меня еще идут две посылки. Когда они придут, не могу знать. Какие-то ужасные задержки по доставке. Но что ж поделать. Лучше пусть доставляют с такими задержками, чем вообще не доставляют к нам посылки с этого сайта. Потому что я не представляю, если вдруг запретят iHerb на территории нашей страны. Это будет для меня честно катастрофа. Потому что многие вещи по классным ценам я нахожу только там. Ну что ж, на этом у меня все. Встретимся при распаковке следующей посылки. Субтитры сделал DimaTorzok